Друзья, приветствую! Игорь из Краснодара прислал два образца масла TCL Zero Line. Это 5.30, Эльсак 6. Свежие и отработку. И вот такое описание написано. Это у нас Honda StepWagon 2015 года. Турбо 150 сил. Пробег на масле 5400. Здесь все описание. Сейчас я создам эталон, проверю отработку и покажу вам результаты. Так, вот обещанные результаты. Это у нас образец TCL Zero Line 5.30. Шестой Эльсак. Окисление нитрования. Окисление 7.86 говорит о том, что эстеров в данном масле нет. Уровень противоизносных присадок 0.53. Да, чуть ниже, чем в полнозольнике, но так и должно быть. Это среднезольное масло. Так, фенольных антиокислителей 0. Нет, прибор не видит их. Аминных 0.89. Неплохой такой уровень. Значит, щелочное и кислотное. Щелочное 6.17. Кислотное 1.42. Ну, щелочное невысокое, скажем так, но нормально для шестого Эльсака. По вязкости. Вязкость 59.86 при 40, при 100 градусах 10.08. То есть типовая тоже вязкость. Вот. И вот интересный момент. Прибор в свежем увидел сажу. 0,02%. Я не думаю, что здесь сажа. Скорее всего, какой-то из компонентов дал вот такую наводку. Так, значит, результаты отработки. Видите, то же самое масло. Honda с пробегом 5400 километров. Бензинчика подналила. 1,15%. Ну, это нормально. Здесь вроде как прямой впрыск. Так, окисление нитрования продолжает нарастать. Противоизносные присадки сработались на треть. Ну, тоже, в принципе, неплохо. И появились фенольные антиокислители. Опять же, как в прошлом тесте равенола появились. Вот видите, может быть, с топливом, да. Аминные сработались полностью. Значит, щелочное снижается постепенно и нарастает кислотное. Ну, конечно, немножко по-другому. Он слегка по-другому отображает кислотное. Здесь активнее оно как-то растет. Так, повязкость. Есть небольшая просадка. При 100 градусах пол с антистокса. Вот, в принципе, ничего криминального. Гликоли нет, воды нету. Даже нет. Ну, неплохо работает, скажем, мотор, на мой взгляд. Так, и вот прогноз. Значит, здесь из точных данных стоит обращать внимание на пробег. Смотрите, моющие нейтрализующие свойства 10700. Нитрование 22 с половиной тысячи и вязкость 17 тысяч километров. Напомню, что здесь было 60 процентов трассы со скоростью 90-130 километров в час. По моточасам я пошел на некоторую хитрость. То есть, я уже заметил, что примерно исправный мотор где-то в районе 600, 600 плюс по нитрованию моточасов показывает. Поэтому я 22 с половиной тысячи прогноз разделил на 600 и средняя скорость у меня получилась 37 с половиной километров в час. Далее я разделил 5400 тот пробег, который проехало масло, на эту скорость и у меня получилось 144 моточаса. Цифра приблизительная, но так для общего понимания, я думаю, что она где-то близка к правде. То есть, примерно данное масло, на мой взгляд, проехало бы вот там 280 примерно моточасов. Может быть 300, если я ошибся немного в средней скорости. Но, что хочу констатировать, что масло отработало неплохо. Кстати, в масле я считаю, я подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. Значит, по пику на 722 я считаю, что в данном масле не менее 20 процентов пау, поэтому вот оно так хорошо себя проявило, на мой взгляд. То есть, можно сказать, что если стоимость, я вроде посмотрел, вроде оно не очень дорогое. Для японских автомобилей отличный вариант. Вот, значит, достаточно стойкая, хоть и небольшой там запас у него моющих, нейтрализующих, но вот за счет пау и, значит, антиокислителей масло отработало достаточно хорошо. Вот такие результаты. Благодарю Игоря за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, также благодарю. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!